Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Что-то у вас дым... Дыму так много, то у вас почему? Это не дым, это камера разбитая. А-а-а... Вот так. Мы пришли людям рассказать о Боге, о Христе, о Его жертве, о любви Божией. Здоровья тебе, Отец, здоровья тебе! Так. Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Ибо нет иного Бога, кроме тебя, Христе Боже наш. Мы прославляем Твое всемогущество. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Благослови нас, Господи! И помилуй! И милости Твоей полна земля! Мы хвалим и славословим Твое святое имя, Христос, Спаситель наш! Аллилуйя! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне и пресно, и во веки веков! Аминь! Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Вы желаете что-нибудь спросить духовное, без ругани? Посчитать? У меня Псалтырь считается здесь и Евангелие. Вы хотите послушать? Нет. Не желаете, да? Нет. Понятно. А почему не желаете? Евангелие вечная, благая весть. Христос умер за грехи у людей, а вы не желаете. Нет. Не интересно. Писание говорит, кто отвергнет меня, Господь говорит. Отвергает Отца Небесного. Ты что, в один живешь, что ли? У вас микрофон далеко, плохо слышно. Я говорю, в один живешь? В один живешь? Не понял даже, что это. Сейчас я найду спело. Мы проповедуем Христа, распятого, воскресшего, чтобы люди верили в Бога. Всем человекам надлежит предстоятельное судилище Христово. Всем. Чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в этом теле, доброе или худое. Я вас не вижу. Разговаривать-то не с кем. Вот повыше еще маленько. Поднимите голову. Вот так. Все опять выползло куда-то. У вас какие-нибудь духовные вопросы есть? Спросить что-то хотите? У вас возможность есть получить ответ. Поближе микрофон. Возьмите к себе. Плохо слышно. Вот у меня с мамой секс случилось. Слышно? Опять ушел образ. Так. Слышно меня? Вы видите, у меня как прочно стоит. Не колеблется картинка. Мы открыто вам говорим. Мы из города Барнаула, тайский край. Православное верующее. Мы говорим о Боге, о спасении для всех людей. И чтобы послал Бог хороших проповедников, язычникам, христианам, иудеям, мусульманам, буддистам, чтобы познали любовь Божию, как Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного Иисуса Христа на казнь, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. У меня вопросов к тебе. Нет вопросов. Ну что ж, ищите, пока не поздно. Если хотите, я вам дам данные нашего Ютуба, канала. Во свете Библии. Нет, нет. Не пойдете, да? Вопрос к тебе. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Вы там найдете, как мы деревню православную строим. 14 тысяч роликов. Я говорю, вопросов у меня нет. Нет. Ну, заходите на наш канал, вы сами себя увидите, как мы с вами разговаривали. С Богом. Хвала тебе, наш Господь, слава тебе. Милости твоей, Господи, полна земля. Вот сел я, сидя, сидя еще меньше людей. Слава тебе, Боже, слава тебе. Кроме тебя нет иного Бога, столь любящего создания свое. Слава тебе, Иисус Христос. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Ибо Господь близок к сокрушенным сердцем. Вы можете говорить, чтобы ни одного ругательного слова не сказать? Конечно. Хорошо. Можно задать вам вопрос? Пожалуйста. Только без друга, пожалуйста. Конечно, конечно. Почему в Библии 800 раз говорится во имя Иерусалима? Или во имя Иерусалима. Ну, почему так? Где русские и где евреи? Получается, Библия, православие это еврейская. Правильно. Вы хорошо знаете. Потому что это был богоизбранный народ. От Авраама первого Бог избрал. А на земле 2896 наций. Сам же ушел. То ли кто-то им выключает, то ли еще. По какой причине? Только разговор начнет налаживаться и сразу выключают. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Слава единому вечному Богу. И все едят и едят. Все время. Кому не подойдешь, едят. То ли откуда-то с голодухи люди приходят. Почему все время жуются? Половина голая. Совершенно голая. Творят блуд, как будто это какие-то козлы. Ну, женщины голые. Половые органы показывают все. Это место тьмы и мрака. И мы, православные, пришли сюда, чтобы людям рассказать о Боге. О жизни вечной. Потому что за эти дела грядет гнев Божий. Грешники будут мучиться в огне вечном. С сатаной вместе. Здесь примерно 80% мусульмане. А я говорю, а вы-то зачем здесь? 80% мусульман, я 90% встречаю. Мы вступаем 1%, 9% с иностранцами, получается. Так что вы ошибаетесь. 80% мусульмана, это откуда вы взяли такое число? Смехом? Или вы делали подсчеты? Вы ему переводите? Если вы не делаете подсчеты... Он по-русски... По-русски не знает, ваш товарищ-то? Мой товарищ? Да. Да, он не знает, он казах. Ну, пожалуйста. Казах. А я казахов хорошо знаю. Меня за слово Божие садили. Я сидел в городе Жанатас. Жанатас из Жамбульской области. Знает такое, нет? Нет. Жанатас? Нет. Знает? Знает, знает. Да. Там был лагерь очень суровый. Там сопки, ветер продувной такой. Ну, всего хорошего. Мы за Бога сидели, не за плохие дела. До свидания. Да. Вот вот я сидя сейчас вот, пытаюсь найти. Это намного хуже, когда двое, и один выкричать может, если какая-то пакость там есть. Богу слава. Люди прячутся, туман напускают. Господи, помилуй нас, помилуй. Слава Тебе, Боже наш. И старый человек тоже упарился, лежит. Откроем истину Твою, Господи. И открой уши, слышит Слово Божие. Аллилуйя. Вначале туманится, а потом иногда проявляется лик. Но не всегда. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. И очень многие в постели лежат. Тебе, Господи, слава. Тебе, Боже, хвала. Как интересно, как увидят и сразу другого призывают. О, Господи, обезглавают. Ты наш Господь. Тебе слава. Кроме Тебя, Господи, нет иного Бога. Вот так. Мы уже виделись с вами. Да. Если у вас есть вопросы по спасению души или даже по жизни, можете задать. Я вам отвечу, постараюсь. А вы что, Бог? Я верую в Бога. А-а-а. И считай, считай Евангелие. Только не ругайтесь, смотрите. Это нехорошо будет. Я вообще не верю. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Вот сколько человек, посмотрите, мелькает. Мало кто желает слышать о Боге, о вечности, о спасении. Видишь, как туман сначала, а потом вдруг рассеивается, и человек проявляется. Контур один был. Некоторые находятся здесь, и русский язык даже не знают, чтобы рассказать о Боге, что Христос умер за нас, что Господь ждет с покаянием людей. Аллилуйя. Господи, слава Тебе. Все, уже лежит человек. Готовый, приготовился. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Это место. Гостиница для блуда. Это чья-то рулетка. Все на постели лежат. Нигде столько постели никогда не видал. Мало, когда увидишь человека, который одетый. Процентов 50 раздетые валяются мужики. Кто-то их раздел. И почти процентов 30 в постели лежат, уже готовые. Ну, ни в коем случае. Я почти не признаю. Открыто блуд творят. Прямо блуд совокупляются. Прямо голые. Половые органы показывают. Такое мерзостное место больше не найти нигде. Содом и Гоморра. Может, рука блудит? И рука блудит есть. И рука блудит. Я вот здесь уже месяц и 20 дней нахожусь, чтобы людям рассказать о Боге. Примерно из 30 человек один только заговаривает. Остальные видят, что с бородой крестишься, молимся, считаем Евангелие. И он сразу доля секунды, и он уже падает. И все дым идет, и все едят и пьют. А ну-ка, а вот можно я тоже упаду? Я как бы трансгендер, вертолет Ми-8. Хочу как бы грех-грех снять с себя. Зачем это? Нужно снять грех, это уверовать во Христа. Только без друга не давайте, чтобы ни одного слова бога не было. Я верую в Гуччи Мэйна. Я вам сказал, вы меня расслышали? Да. Да. Мы по-хорошему должны расстаться. Дело в том, что я молю Бога, и это молюсь об этом, чтобы Господь послал добрых благовестников. Вот все пьют и едят, вот факт какой. И чтобы послал их Господь к христианам, к язычникам, иудеям, мусульманам и к буддистам. Чтобы Бог так возлюбил мир, что отдал Сына, Своего Единородного Иисуса Христа на казнь. Чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И один из тридцати только маленько можно поговорить. А чтобы что-то принял, ну, примерно 120 человек. Я люблю статистику и говорю. Более отвратного места, чем здесь нет. Как будто черви подземные откуда-то выползли. Содом и Гоморра. А говорят, а зачем вы здесь рассказать о Боге? Малые дети здесь. И они крещат, сразу начинают. Малые-малые дети совсем. И они всячески хохочут. Это будущее поколение, которым страной управлять. Да, страны к тому времени уже не будет. Да, похоже так. Ну и прекрасно же. Да ведь Бог знает, что прекрасно. Мы живем мирное время. А христиане первые говорили, без пролития крови, по слову Божьей, нет прощения греха. И кровь христиан всегда была семенем христианства. Это 249 год от Рождества Христова. Церковь сильно обмерщала. Институты везде. И вдруг пришел Деки, император. Он как ударил, тогда пыль пошла. Гонения христиан. Тюрьму заполнили. Церковь вся обновилась. Новые люди пришли. А в 251-м на него покушение, и он был убит. Все. И Бог иногда допускает Ленина, Сталина, Гитлера пробудить народ. А сегодня, видишь как, расслабилось все. Живут как черви подземные. Все что-то переплетаются. Даже я их предупреждаю. Мы снимаем все. Вы себя увидите, вам стыдно будет. Зачем же вы? Я говорю, вы зайдите на наш Ютуб. Во свете Библии. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Это я. У нас 14300 роликов. Мы строим с нуля православную деревню. Православную. Я запишу. Повторите. Я записать хочу название канала. Да, пожалуйста. Я в Барнауле нахожусь. Игнатий Лапкин. Я про название канала. Название канала. Название. Во свете Библии. Во свете. Во свете Библии. А Игнатий Лапкин. Вот 4 слова, он откроется. 14300 роликов. Если вы во свете Библии поставите сайт. Войдете на сайт. Такого сайта нет во всей мировой сети. Это мой сайт. Там 50 книг моим голосом начитаны. Мои книги. Каждая книга. 750 страниц. 41 книга. Вы там найдете фильмы о нас снятые. Которые заняли первое место на международном конкурсе. А второй фильм первое место в России. Документальные. Мы строим с нуля деревню. Я вот начальник детского лагеря был. Сам основал лагерь. 45 лет. Тысячи детей подняли. Ни рубля государство не дало. Только уничтожало нас. Давило. Но что можно ждать от государства? Вот это и оно. А мы выжили. Вот интересно. У нас отец с фронта вернулся. У него под плечо почти руки не было. Они с матерью вдвоем. Полкласса не кончили. А у нас 10 ребятишек живых. Было больше. И мы ни разу не слышали. Чтобы отец или мать ругали власти. Вот интересно. Может они просто как бы боялись? Боялись, конечно. Как не бояться-то? Это всегда было. При Иване Грозном языки резали. При Петре первым голову рубили. Боялись. Но где-то он пастух был. С отцом были. Он все равно бы где-то хоть раз сказал. Нет. Даже говорит что-нибудь вот такого-то раскулачили. Даже обернется в степи. Память была у отца пеноминальнейшая. А я маленький, пятилетний. Сзади сижу и плачу. Он показывает вот этот вот ям, который заросл. А это жили кубасовы. Их ночью пришли, забрали. И они так и погибли. Он рассказывает, а я сзади. Вот сегодня спрашивает. Ну вот маленький был сейчас. Мне не давали работать. Я прораб. И мне пришлось всю жизнь работать на самых низких работах. Печняком в свободные дни. А официально, вне ведомственной охраны, при милиции моего района, мне нигде не разрешали быть. У меня пять тюрем за плечами. И вот... А по поводу? Ну по поводу. 190 прим. Что по поводу-то? Молились они там, собрались. А мы официально, а церковь. Но мы еще и занятия проводили, библии изучали. А я кроме того, что насчитал 50 книг, еще и первую в стране распространил, насчитал архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Брал интервью репрессированных. Стихотворение там задел Ленина. А это уже они терпеть не могли. Власть была слабая. Одного слова боялись. И казалось, как выжить? Богу доверился. Меня 26 лет гнобили. По разным местам. Еще только не было. И руки выверченные, и морозилки держали. А мне 80 лет. А у меня еще три голубятни. Я туда-сюда лажу и все еще работаю. И у нас больного ребенка ни одного не было. А почему? Воздух чистый. Все свободные. Ни на кого ничего не имеешь. На сердце легко. Пошел куда. Вот сейчас было уже маме 86 лет. Ну, мне это, ясное дело, меньше было. А ехать надо куда-то. Я на колени встал. Мама, благослови. Она руки на голову положит. Сынок, я помолюсь о тебе. Езжай с Богом. Вот вы зайдете на наш YouTube. И вы увидите там вот. Мы деревню строим православную с нуля. А 21 тысяча сел погублено. И вот приезжает начальник уголовного розыска. А то у нас все снимается. И он. А вы против власти не идете? Я говорю, а что такое власть? Сначала объясните. Есть власть, а антивласть. Если она власть, мы о ней молимся. В моей молитве всегда и Владимир, и Дмитрий, и Дональд, Рамзан, Эрдоген, Аман, Петр, Александр. Это Украина, Белоруссия. Мы молимся о царях начальствующих. Вроде я какой-то террорист. А я им сказал, когда мне было 5 лет, я еще этого слова не знал. Но уже я думал, как отомстить людям. Веры-то не было. Я знал, что Бог есть. Я хотел быть террористом. А люди-то хотят артистом быть или как. Поэтому у меня везде ножи были, ружья, патроны. Я стрелял из ружья на велосипеде. Любого воробья мог снять где-то. А Господь показал, тебя будут преследовать, тебя будут дать, тебя будут убивать. Это у Савла, 8 глава Деяния апостолов. Моя жизнь повторилась. Когда я обратился 23 года после армии, а служил в Марфлоте, а потом ракетные войска образовали, отовсюду выбирали, у кого выше среднего образования было. Вот. Я оттуда вернулся, с флота, в ракетных войсках был. И поехал в Прибалтику. Дома преследуют. Я верил, но Евангелия не было. Я не знал. И слово Библия слышал. А что не знал? И там, когда я работал на корабле, сошел на берег. И мне в одном месте дали Библию. Не Библию, а половину, Новый Завет посчитать. Ну, они зашли, в другой комнате обедали. Полчаса примерно. Меня не уговаривал никто, не говорил. Я искал это. Моя душа томилась, а мне столько много Бог дал. Такое здоровье. Ну, Марфлот, подводный там. Ясное дело, что я не больной. Я в училище добиваюсь разрешения три курса сдать за год по выбору комиссии на трех языках. У меня выход за границу готовый. Я уверовал. Я в одну минуту стал государству не нужен. В одну минуту меня выбросили. Ну, это классика как бы государственная. Но это все... История хорошая. Я зайду, прочекаю. Но как бы я тут стриблю. Мне нужно людей развлекать. Знаете что? Вы, когда зайдете на форум, а когда на сайт зайдете, то справа 55 папок стоят. Это я даю ответы. Я в пяти университетах делал занятия. 4 124 ответа от политики, экономики, социологии, работа, мусульманство, буддизм. То есть, если мусульманство, то у меня один том написанный о Коране, о мусульманах. Я по сурам, а я там все разбираю. Вот мы... Я книги решил подарить. Мы купили грузопассажирскую «Газель». В Барнауле живем. Доехали до Владивостока, порт «Находка». И отсюда опять привернулись. Кон следующий год мы забросили границы. Ростов-на-Дону, шахты. А еще на через год мы в Калугу. А оттуда уже по Европе. Дошли до Листабона. Прошли в Скандинавию, Прибалтику. Оставили книги для Англии, Шотландии, Ирландии. 650 городов. Я подарил по полному комплекту по 38 книг. 650 городов. 35 миллионов. А у меня пенсия 8 тысяч. Сейчас, сегодня. 141 рубль, 33 копейки. Это Бог делает так. А только на горючее, одной поездке, мы 440 тысяч потратили. Почему? Люди узнают и со всех сторон. Мусульмане помогали. Мы православные. И баптисты, и кого только не было. Поездка была непростая. Ночевали мы где-то в лесополосах. Три человека. Один шофер. Он тоже шофер. И второй благовестник шофер. И собака. И что интересно, собака вернулась на выставке. Получила первую премию по Сибири. Чемпион Сибири. Защитная караульная. А на следующий год чемпионом России стала. Я в уголовном розыске занимался. И дорога ее тренировала. Ну, интересно это все. А без Бога, без Бога я вообще. У меня 80 лет. 80 уже, 10 июня будет. А у меня три голубятия. Я лажу на голубятия и каждый день занимаюсь. Мне интересно по сей день. Ну, в общем, я понял. Я как бы зайду, я записал, оцениваю. Кроме того, форум есть. Да, я понял. Приятно было общество. У меня до людей тут развлекать. Как бы это. Всего хорошего. С Богом. У нас зайдите на нашу. Мейл.ру зайдете, Игнатий Лапкин. Там 22 тысячи фотографий. Я разрешаю брать. И здесь из роликов, по хорошему если. 14 тысяч 700 роликов. Там встреча с губернатором, который приезжает. Ко мне там мэр города. Вы увидите занятия, я веду в университете. Вам будет очень интересно. В поездке мы в доме мулы ночевали. В мечети у них молились. Там абсолютно все. Все. Это для вас. Было приятно пообщаться. Я укатываю. Храни вас Господь. До свидания. Удачи.